Тратим деньги, чтобы содержать 120 депутатов, которые заняты политическими играми, негодуют жители города Каракул и Сык-Кульской области. Журналисты, гражданские активисты, члены НПО и простые жители запустили петицию в начале месяца и за 10 дней с ними согласились 5000 человек. Инициаторы собираются объехать все области и собрать реальные подписи жителей регионов. Пусть лучше будет 35, но зато это будут эффективные, качественные работники, нежели это будут 120 тех, которые просто сидят, просто приходят, спят, в телефоне играют, могут вообще не прийти. Еще, я думаю, нужно сократить все привилегии, убрать депутатскую неприкосновенность, сделать такую среднемесячную зарплату, как получают у нас врачи и учителя. И вот тогда мы действительно посмотрим, кто у нас будет в джигуруку кинеша сидеть. Недовольство граждан разделяет депутат 5-го созыва Джоурку кинеша Хуанчпек Исабеков. С экономической точки зрения действующий парламент обходится госказне втрое дороже. За год Джоурку кинеш тратит 760 миллионов сомов. Заработная плата депутатов свыше 30 тысяч. Тогда как всего 5 лет назад зарплата депутатов составляла 15 тысяч сомов. Также исчез механизм контроля самих нардепов. Депутаты больше не избираются на местах, потому и отозвать за плохую работу нельзя. В предыдущем парламенте, к примеру, Алтайский район представлялись 16 депутатов, а Большой Карасуйский район не было ни одного депутата. И лишь целую Чуйскую область представляют 10 народных избранников. Интересы этих районов остаются за бортом. Мнения граждан, живущих в самых тяжелых условиях, остаются неуслышанными. Поэтому, если сокращать количество нардепов, нужно половину избирать путем голосования на местах, другую половину через политические партии. Сокращение количества депутатов могут предлагать только некомпетентные люди. Резко отзывается об инициативе Экстера Гаджиорку Генеши Зайни Динкурманов. Чтобы позволить себе такое, нужно брать к качествам народных избранников, отмечает академик. К сожалению, таких высоких кадров сейчас нет. И чтобы хоть как-то контролировать госмашину с 20 тысячами сотрудников, нужно больше депутатов, чем 35. Если 35 человек мы выберем, они по своему интеллекту должны быть такими могучими, чтобы могли победить эти 20 тысяч. Поэтому, если бы в нашей стране, в парламенте было там 3 Черчилля и 2 Рузвельта, я думаю, этими 5 человеками мы бы обошлись. Не надо было там создавать 35, 200, 300, 400. Парламент – это коллегиальный орган, где один человек в поле не воин. И вот когда они вместе собираются, они превращаются в силу. Потому что один специалист в области сельского хозяйства, другой в области лесничества, третий в области промышленности, когда они вместе. Другой бывший депутат Алишер Мамасалиев называет инициативу популизмом. Это попытка переключить внимание граждан с действительно важных и злободневных вопросов, считает эксперт по госуправлению. То есть нельзя просто взять и сократить только депутатский корпус. Если мы говорим о действительно эффективной экономике, то необходимо сокращать не только депутатский корпус, но и состав правительства, аппарат президента, местные органы власти, например, вот институт губернаторства, который изжил себя практически. Но у них большой аппарат. Если так подходить, то я думаю, что здесь есть как бы рациональное зерно. Напомним, в последний раз количество депутатов было увеличено с 90 до 120, с целью соответствовать законам парламентаризма. Однако в Кыргызстане эта модель не прижилась. По мнению экспертов, парламентская форма правления возможно только в развитом обществе. Потому пытаться сокращать депутатов вовсе не выход из кризиса, а наоборот, это может усугубить общественно-политическую обстановку.